Лейтенант Ван на связи. Если вы здесь, то вы хотите побеждать. Я научу вас побеждать. А теперь разберем каждый пункт инструкции подробно. Пункт первый. Смертельная битва. Слить бой. Почему? Из-за корявого баланса, по поводу которого смотрите видео на моем канале «Темная сторона», вас с высокой вероятностью закинут бой к чемпионам. Решить исход боя сами вы не сможете. Исход боя решится от того, в какой команде чемпионы круче. Соответственно, вы потратите 10 минут, играя этот бой, и при этом у вас нет никакой гарантии, что вы выиграете. Если же вы бой сольете, то с некоторой вероятностью чемпионы из вашей команды, если они окажутся сильнее, выиграют бой даже без вас. Таким образом, вы получите победу, потратив на это 1 минуту. Следующий пункт. Гонка за маяками и превосходство. Тут без разницы. Значит, при старте боя берете своего шустрого робота для захвата маяков, желательно кумиха, и захватываете маяки. В первую очередь, разумеется, центральный. Дальше смотрите по ситуации. Если видите, что команда противника рвет вашу, ну, вы поняли. Сливайте бой. Пустая трата времени. Следующий пункт. Царь горы. Это режим, где вы можете повлиять на исход боя, вне зависимости от того, играете ли вы с чемпионами. То есть, скажем так, самый честный режим. Поэтому при старте боя вам нужно обязательно захватить центральный маяк. Не конкретно вам, вашей команде. Если вам это удалось, то вы с высокой вероятностью бой выиграете. Дальше нужно, соответственно, не тупить и захватывать маяки. Именно в этом режиме у меня получился наибольший процент побед. Я выиграл примерно 80% боев в этом режиме, в который играл. Ну, теперь про стычку. Стычка – это стопроцентный рандом. Вы не можете знать, игроки с каким скиллом попадут в вашу команду, а с каким в команду противника. Если вам очень везет, то вполне возможно, что вы выиграете все 25 боев. Но зато, если вам не везет, ну тогда вы можете проиграть 25 боев с той же вероятностью. По мне, крайне неубедительная система. За сим прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк. А с вами был Лейтенант Ван. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.